Добрый вечер всем. Думаю, эта тема интересна не только мне. Сначала немного истории. Вы, наверное, помните, что когда-то мы использовали витамин В12 в уколах, и у детей, которым мы вводили его, там говорили, вы должны подождать 6 недель, у вас будут различного рода проблемы. Одна из них мне врезалась в память на всю жизнь, да и я тогда перегрыз рукава всех своих маек. И по существу я считала это проблемой. Мы узнали, что это прогресс. Вот был такой файл у доктора Ньюбрендера на сайте, там было написано, что это часть прогрессирования. Просто переждите, он не говорил, что это происходит. Потом у нас ребенок на самом деле заговорил, этот симптом исчез, мы вздохнули свободно, но знать бы тогда, что нервные окончания растут при поступлении в организм высоких доз В12. То есть это был усиленный рост нервных окончаний, и вот так вот ребенок проявлял себя, потому что усиленный рост был и периферийных нервов, скорее всего. И он грыз просто себя, и скорее всего у него все там будело внутри. Потом это прошло. Я думаю, что просто В12 выбрал свой ресурс, который мог, а остальных составляющих все-таки не хватило. Процесс прекратился, но в итоге Деня заговорил и больше никогда не замолчал, что означает, что если регенерация уже нервных тканей прошла, то она остается навсегда. Если нам удастся этот процесс запустить, как минимум вот тот эффект, что мы получим, он с нами навсегда останется. Я решила наконец разобраться в этом вопросе. Мне очень жаль, что я не знала этого раньше, я не понимала, что происходит. Мы знаем, мы знаем давно, что втуть разрушает миелиновые оболочки, мы знаем, что при этом гибнут нейроны, мы знаем, что это дает нам и проблему припадков, и частичных припадков в том числе, которые есть у очень многих наших детей. И низкий IQ это дает. Я знаю, что в этой ситуации не только я, многие родители, когда мы уже подбечили кишечник, когда мы уже справились со многими инфекциями, и просто иммунные системы очень красивые, и все же ребенок не в норме. И вот для этих родителей я делаю вот эти вот, может быть, два, может быть, три видео. Я полностью расскажу все, что я нашла. Итак, как вообще происходит деление клетки? Как происходит детокс? Как происходит борьба с инфекциями? Нам нужна энергия. Без энергии ничего не бывает. То есть нам нужно выработать энергию. Она вырабатывается, мы знаем, в митохондриях. Но чтобы это произошло, нам нужно, чтобы в митохондрию были подготовлены определенные питательные вещества. То есть она не возьмет их сама. И эту подготовку проводит цикл Крепса. В цикл Крепса мы получаем питательные вещества, нужны также определенные кофакторы. И все это, когда отрабатывает, после этого все это передается в митохондрия. Кстати, вы можете увеличить количество в митохондриях. Как это делается? Если ваш ребенок сидит днями напролет в углу, перебирая что-нибудь в своих ручках, это не произойдет никогда. Вам нужна физическая активность. Лучше на свежем воздухе. В горах совершенно замечательно. Те, кто проводят лето в горах, вы, конечно, знаете, что ребенок после этого всегда замечательно прогрессирует. Почему это происходит еще в горах? Кроме разреженного воздуха, из-за разреженного воздуха у нас увеличивается количество красных кровяных телек. При этом лучше происходит снабжение кислородом мозга. При этом, конечно, все процессы будут активизированы. Этот эффект потом уйдет, но если вот за это время мозг хорошо вот так вот получит больше кислорода, больше питания, и если при этом добавить добавки, которые проведут регенерацию, у вас эффект закрепится и закрепится надолго. Я вам даже могу сказать, в каких горах это лучше. Я знаю, что количество аэроионов отрицательных, легких, на Алтае выше, чем в других местах. Но если у вас нет выбора, любые горы лучше низины, любая низина далеки от города лучше города. Так что смотрите, но физическая активность должна быть. Вы можете просто посадить ребенка, он должен хотя бы ходить. Итак, что же нам нужно для выработки энергии? Нам нужно, чтобы сначала отработал цикл крепса. Для работы цикла крепса нам нужно 5 составляющих. В1, В2, В3, В5 или поик кассет. Теперь немножко еще о истории. Вы помните, у нас был такой крем Аутия, мы его использовали. И что он содержал? Витамин В1, В1 в жирорастворимой форме. Мы знали, что он замыкает цикл крепса. Кстати, Аутия еще содержит липо и кассет. Оба они проходят через кожу. И иногда эффект был настолько замечательный, что детки даже восстанавливались. Совершенно бешеный детокс возникал. То есть мы, да, всего 2 кофактора из 5 могли получить даже восстановление ребенка. Это были, конечно, не самые запущенные дети. И у меня сейчас только один вопрос. Почему те, кто понимал, что мы делаем, и те, кто говорил, они замыкают цикл крепса, почему нам не сказали, что их больше? Ведь это все знают. Итак, мы также знаем, что липоевая кислота, которую многие упорно считают хилатором, тоже может инициировать очень хороший виток. И люди настолько уверены, что она хилатор, что они ее просто дают без хилатора. И говорят, это хилатор. Нет, это не хилатор. Посмотрите на молекулы. Я давно это вам показывала. Хилатор есть хилатор. Липоевая кислота есть липоевая кислота. Но липоевая кислота вам тоже замкнет цикл крепса, если не хватает только ее, одной ее. И такие детки есть. Есть мамы, которые говорят, я даю липоевую кислоту, и у меня такой замечательный дитокс, потому что вам не хватало именно ее. Но опять-таки составляющих 5. Так вот, что бы я вам сказала, почему это все-таки работает? Потому что если ребенок уже так-таки переваривает у вас еду, обычно тот же B5, он у него будет всегда, потому что он везде. То есть дать два из них, B1 или кое-к, и считая, что B5 есть всегда, вам не хватает всего B2 и B3, и как-то, наверное, ребенок умудряется или из витаминов получить, или как-то еще. Но, в общем, короче говоря, чисто случайно вы таки все замыкали. Ну, не всем так везло. Еще хочу сказать, что у некоторых деток плохо работает конверция витаминов, поэтому им лучше дать активные формы. Ну, надо сказать честно, все эти годы был поиск активных форм. Сейчас больше о них известно, и ту же проблему у фолиника мы больше знаем, но это не Крепс Сайкл, это уже другой цикл. Это цикл по выработке глютатиона, там больше задействован. То есть циклу Крепса нужны кофакторы. И ребенок должен получать питательные вещества, жиры, белки и углеводы, для того, чтобы эти кофакторы на чем-то отработали. Поэтому не удивляйтесь моего занудства. Я вам сейчас опять скажу то, что вы от меня много раз слышали, а те, кто не хотят от меня это слышать, я думаю, давно уже ушли, и меня не слушают. Кишечник должен работать, вы должны начать с диеты, для того, чтобы снять воспаление, и для того, чтобы ребенок таки усвоил питательные вещества. Диета – это ваше начало, и никак вы его не обойдете, и не впрыснете вы ничего, а и не. Потому что питательные вещества он все равно должен получить. Одни кофакторы вас не спасают. И для работы, и для борьбы с инфекциями, для регенерации нервных тканей, для всего, для всего, для всего, вам нужно, чтобы работал цикл Крепса. А если он не работает? А если он не работает, наступает смерть. Поэтому нет ни одной болезни, известной, при которой цикл Крепса не работает. Именно, наверное, этим и вызвано, что наши доктора считают, что цикл Крепса не может никак не работать, но он может работать неэффективно. Дело в том, что этот цикл работает в каждой отдельной клеточке вашего организма. И если ситуация такая, что ребенку не хватает питательных веществ, не хватает кофакторов, организм – это единая система. Он скажет, хорошо, мне надо сейчас выжить. Давайте повременим с детоксом, это не важно. На мозг мы много не будем давать, это самый затратный орган. А восстанавливать его функции – ну, это вообще сумасшествие в данной системе. То есть вы должны дать организму столько всего, чтобы он так и понял, что теперь у меня все хорошо, я не буду экономить, и надо бы вообще-то восстановить мозг, потому что если мозг будет работать лучше, человек будет функционировать более эффективно. Но если вы думаете, что кроме цикла Крепса больше ничего нет, вы не правы. После цикла Крепса происходит работа электронной цепочки, и это уже внутри метахондрии. Тут вам уже нужны метахондрии. Чтобы передать все в метахондрии, вам как раз нужен L-карнитин. Помните, мы все время использовали ацетилл-карнитин и получали очень хорошие результаты. Вот в этот момент используется L-карнитин. А еще в этой электронной цепочке используется киофитин и еще используется железо. Но с железом вы никогда не залетите в нехватку такую, что не сработает электронная цепочка, потому что железо у вас еще нужно для переноски кислорода. И вот тут уж у нас есть какой-то запас феритин. То есть как только железо уйдет вниз, мы таки отследим по другим процессам. А вот L-карнитин, ацетилл-карнитин для нас это лучшая форма, и Кокютен, симптоматика которого нехватки вообще неизвестна. Вот тут мы очень хорошо залетаем. Вы помните, была такая доктор Маккенбис, я надеюсь, многие все еще ее помнят, которая уже умерла, и она когда-то рассказала такую историю. Она сказала, что, мамы, если у вас упадок сил, возьмите одну капсулу Кокютен Кокютен и одну капсулу ацетилл-карнитина. И вы получите совершенно замечательный уровень энергии. И очень долгие годы, когда я все еще чувствовала себя плохо, я возила с собой для себя Кокютен и ацетилл-карнитин. Даже когда я ездила на конференции, да и не было раньше рядом, у меня было несколько таких вот Emergence-табак. И это была вот как раз часть моего набора. И когда я их вместе выпивала, именно вместе, я получала замечательное состояние на несколько часов. Потом у меня опять приходилось пить. Вот поэтому, потому что это улучшало работу в метафонах. Итак, для того, чтобы отработала вот эта вся схема, и для того, чтобы у вас выработалась энергия, для всего, совершенно для всего, и для регенерации тканей, вам нужно B1, B2, B3, B5, Lipic Acid, потом вам нужно Кокютен, железо и ацетилл-карнитин. В 12 высоких дозах стимулируют регенерацию и используются и в других циклах. Это только выработка энергии. Я продолжу следующие 1 или 2 видео у меня на это идет. Субтитры сделал DimaTorzok